Итак, начинаем наш еженедельный урок. Шаббат-недельный глава Аймор, 13 яра, о мае, был сказан в 1975 году. Взята первая фраза из нашей недельной главы, «Я освящусь внутри еврейского народа, я Всевышний, освящающий вас». Еще раз повторяю эту фразу. «Буду я освящен внутри сыновей Израиля, я Всевышний, освящающий вас». Объясняют Первый Любович Стрэби в книге Рибу Тайтера, что значит «я буду освящен внутри еврейского народа». Речь идет об открытии его святости внутри сердца каждого из евреев. В том виде, что каждый из евреев должен раскрыть в своем сердце святость Всевышнего. Это есть подъем каждого снизу вверх. То есть, чтобы сердце каждого еврея горело, как раскален уголь, чтобы соединиться со святостью Всевышнего. И благодаря этому после этого притягиваются, приходят фразы «я Всевышний, освящающий вас». это притяжение святости Всевышнего сверху вниз. Сначала от евреев к Всевышнему, освящение имени Всевышнего и после этого спускание святости Всевышнего к евреям. И в этом спуске сверху вниз, который идет после подъема снизу вверх, есть два идеи. Первое – это спуск посредством Торы и спуск посредством заповедей, освящение евреев через изучение Торы и освящение евреев через изучение заповедей, исполнение заповедей. В чем их принципиальная разница? – это притяжение, которое приходит посредством Торы. Это святость, которое проникает внутрь миров, в духовном смысле слова. И посредством исполнения заповедей приходит притяжение внешней части миров в материальном смысле. В материальном смысле приходит притяжение ненаполняющего света, облекающего света. Сейчас объясню, что это значит. И когда мы говорим в молитве три раза «свят», 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 «кадош», 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 то эти слова «свят» означают – это подъем снизу вверх, и второй и третий «кадош», «свят», это притяжение сверху вниз, посредством Торы, посредством заповедей. Что значит, посредством Торы мы приходим к притяжению света сверху вниз, дополняющего света? Потому что изучение Торы каждым евреям происходит посредством понимания осмысления. То есть это тот уровень познания Торы, который адаптивен к этому миру, который материально и логичен кратно нашему интеллекту. Поэтому он характеризуется понятием наполняющего света. Наполняющий света – это тот свет, который синхронизован, синхронизирован с нашим миром, то есть тот свет, который наполняет наш мир святостью. Ну и, собственно, и формирует этот мир тоже. А заповеди – это желание Всевышнего, которое по-настоящему никак не кратно нашему разуму, и мы не понимаем смысл заповедей. Даже если они нам кажутся очевидными и понятными, вместе с тем мы не понимаем их никоим образом. И это свет облекающий. Если мы говорим, что Тора – это мудрость Бога, а мудрость Бога – это хохма, мудрость мира Целуд, который является источником всех сотворенных миров, то заповеди – это желание Всевышнего. Это корона мира Целуд, который, естественно, выше, чем хохма, чем мудрость мира Целуд. И она не является впрямую источником сотворенных миров. И она неким образом удалена от сотворенных миров. Это желание Всевышнего, которое ассоциируется с понятием «облекающий свет». Облекающий свет – это тот свет, который не проникает в сотворенные миры, он как бы их облекает. Он является, бессловно, источником наполняющего света, но, тем не менее, он сам не проникает в сотворенные миры. Этот свет притягивается впоследствии на исполнении данных. Итак, мы говорим о том, что вот эти три раза «кадош», 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 которые мы говорим, говорим к души и говорим перед молитвой «шма», это три ступени. Три ступени. Первый «кадош» – это корона мира Целуд, который выше, чем Хохма, то, что мы говорили. Второй «кадош» – это корона Зайранпен. Зайранпен – это эмоциональных уровней мира Целуд. Третий «кадош» – это корона Малхут мира Целуд. То есть, это три «кадош», это три уровня постепенного спускания святости Всевышнего от источника, можно сказать так, творения, которое выше, чем сам корень творения. Мы говорим «корона мира Целуд», потом «качество мира Целуд» – это «дат», потом «хэстбурди фэстнэхэсот», и корона Малхут – это источник всех сотворенных миров. От Малхута мира Целуд уже исходят сотворенные миры. То есть, это постепенно спускание святости сверху вниз. И известно, что вообще слово «кадош» – «свят», оно ассоциируется с понятием облекающего света. С понятием облекающего света, извините. Почему? Потому что слово «кадош» – «свят» подразумевает под собой понятие отделения от сотворенных миров. Святость – это, безусловно, отделение от, ну, как минимум не святости, а так глобальное отделение в целом, от всего остального. И это, как бы, напрямую связано с понятием облекающего света, или не полняющего света. Поэтому, когда мы говорим, что, когда мы используем первое слово «кадош», как раз, которое находится в короне мира Целуд, который выше, чем хохма мира Целуд, выше, чем мудрость мира Целуд, мы знаем, что мудрость мира Целуд – это основа творенных миров. И таким образом, как мы говорим, что первый «кадош», он реально, первое понятие «свят» – это отделенность от всего сотворенного. А что мы говорим на второй «кадош», который связан с понятием «корона Целуд» и «целуд» – это вот этих шести уровней, начиная с «да», «хайцет-голос» и «корайцет-голос». А что мы говорим по поводу третьего «кадош», который связан с короной Малхута. Мир Целуд Малхут – это вообще источник сотворенных миров, прямой источник, потому что они происходят. И вот это спускание корон… Дело в том, что каждый уровень имеет свои десять подступенек. То есть Хохма Мир Целуд имеет десять уровней, Бина – десять уровней. Да, каждый из уровней имеет свои десять подуровень, в каждом месте своя корона. Корона – это верхний уровень, самая верхняя точка каждого из уровней Мир Целуд. То есть эти десять уровней, каждый включает в себя десять. И тут есть интересный момент, что спускание корон – это не спускание посредством, как цепочки, одно за другим, как лесенки. Это не так. В чем особенность спускания духовности по принципу цепочки? Что низ верхнего уровня является верхом нижнего уровня. То есть это постепенное спускание одного из другого. То есть каждый последующий уровень является порождением более верхнего уровня и происходит на каждом уровне некое качественное спускание этого света, это ослабевание этого света, и мы говорим о том, что все короны, которые мы назвали, они имеют между собой сущностную связь. То есть после спускания короны Мир Целуд, чтобы он стал короной вот этих качеств или короны Малхуд, то в этих коронах есть единая общность, что нельзя сказать по поводу других уровней, которые меняют свою сущность по мере спускания вниз. То есть получается, что каждый последующий уровень имеет свою верхнюю границу, которая называется короной, которая имеет некое общее со всеми другими верхними уровнями других более высоких ступеней. Что нельзя сказать по последующей ступеньке каждого из уровней. Мы это объясним еще раз, но давайте сейчас продолжим. Как мы говорим, что можно сказать то, что объясняется Маймори, что три раза, которые мы говорим Кадош, они разделяются по ступеням. Как мы говорили, первая это корона, которая выше, чем Хохма, и второй Кадош, и третий Кадош, это Кетер эмоциональных уровней, Кетер Малхуд. И когда мы начинаем разбирать разницу между типами подъема, говорим, что первый Кадош это снизу вверх, а второй и третий Кадош это сверху вниз. Как мы говорили, да? Мы говорили, что это облекающий свет, и корона это вообще понятие облекающий свет. И Кадош это отделен полностью от того, что с ним связано. И по идее понятие Кадош, с одной стороны Кадош это отделен, а открытие Кадош, то что мы говорим Кадош, 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 это некое открытие этой святости, подразумевает совершенно другое. Это некое распознание и осязание и узнавание того, что от тебя отделено и от тебя как бы отсечено святостью. То есть здесь мы сразу вводим все понятия, которые мы только что употребляли от начала Маймора, которые относятся к понятию Кадош. Мы говорим, что это три уровня спуска, а сначала мы говорили, что это первый подъем и потом два спуска. И мы говорим, что вообще как можно понять слово Кадош, которое подразумевает наше знание этой святости Всевышнего, которая, по идее, отделена от нас. Значит, мы знаем, что такое отделение, как оно выглядит, и мы чувствуем его и видим, несмотря на то, что оно от нас отделено. Как это может вообще все быть соединено в единое тело? Посредством того, что мы должны выйти из своего состояния, чтобы соединиться с понятием Кадош. Когда этот облекающий свет спускается для того, чтобы спуститься в корону этих качеств или корону Махута, Мира Циву, то мы можем сказать, что происходит некое соединение облекающего света с наполняющим светом. То есть, когда мы говорим, что второй Кадош, когда корона, который выше, чем Хохман Мира Циву, спускается в корону К, качество, Хэсли Гурти Фэкстанса Исот. И, по идее, дальше, она спускается в состворенные миры, наполняет миры, посредством Торы. и третий кадош, который спускается к коронам Алхут, который вообще является источником всех творений. И это притяжение идет к внешней оболочке мирового, в последовательность исполнения заповедей. Тут вообще интересный момент. Есть парадокс, который мы дальше будем разбирать. И Рэбби говорит о том, что есть корона Мирацевут. Эта корона Мирацевут переходит в корону второго уровня вот этих качеств Мирацевут. И эти качества короны, которые являются источними качествами, высшей точкой качеств Мирацевут, она является источником наполняющего света и источником Торы. А корона Малхута Мирацевут, Малхут Мира Целут, самый нижний уровень Мира Целут, она является источником облекающего света, который спускается в сотворенные миры в виде облекающего света. Это немножко такой парадоксальный момент, потому что, по идее, мы говорим о том, что Малхут Мира Целут, самый нижний уровень Мира Целут, от него идет свет, который создает мир от него. Это вот нижняя точка короны Солнца, огня на Солнце. И вот самый верхний, самый лепесточек огня – это Малхут Мира Целут. От него отлетает луч, который освещает темноту. От Малхута Мира Целут отходит Божественной энергии, которая творит миры. И вместе с тем Рэббер говорит, что она является источником, от него отходит облекающий свет, а не наполняющий свет. Это требует объяснения, безусловно. И более того, он говорит, что Тор идет, как мы сказали, от качеств Мира Целут, а заповеди идут от Малхута Мира Целута. Хотя мы говорим, что заповеди – это облекающий свет, а качество – это наполняющий свет. Но мы еще сказали одну вещь предварительно, то, что короны всех этих трех ступеней, они связаны между собой, хотя уровни не связаны между собой, короны, да, связаны. Верхний уровень, каждый из уровней, каждый из ступеней, они имеют общее, нечто общее, в отличие от самих ступеней. Требует объяснений, безусловно. Объясняется Мидршель, то, что сказано три раза Кадош. Проводится пример с жителями страны, которые сделали три короны царя. Что делал царь? Что одел одну корону для себя и две короны для своих сыновей? Также в каждый день Высшие Миры коронуют Всевышнего тремя уровнями святости. Что делал Всевышний? Одевает одну корону на себя и две короны одевает на головы евреев. Как сказано, потому что свят они, свят я, и будете вы святы, и будете святы. То есть фраза «потому что свят они» – это та корона, которая надевает на свою голову. А «осветитесь и будьте святы» – это две короны, которые надевает на Булу евреев. Как мы говорили в Мидроши до этого, как сказано, скажи сыновьям Израиля, будьте святы, и осветитесь, и будьте святы. То есть речь идет о двух коронах, которые одевает Всевышний на головы евреев. Будьте святы, и осветитесь, и будьте святы. То есть это две короны, которые надевают на еврей. Надо это объяснить. Продолжаем объяснить. Фраза «будьте святы». Что значит святы? Святы, как я? Тому говорит, нет, я свят. Моя святость – это выше, чем ваша святость. И выше, чем ваша святость. Объясняется Макседа, что в чем смысл этого понятия святости. Что есть разное понимание святости, святости, всевышней святости еврейского народа. Призыв Всевышнего евреям к тому, чтобы они были святы. Четко правится связь. Что святость еврей не может быть святой, как святость Всевышнего. Какие есть две короны? Короны, которые надеваются посредством изучения Тора и посредством выполнения заповедей. То есть святость, которая приобретает еврей, поднимаясь снизу вверх. Для нее есть, безусловно, ограничение, которое мы не можем дойти до святости Всевышнего. Это, как раз, очень логично. И даже та святость, с которой мы приобретаем по связи с исполнением заповедей, мы не можем, тот, кто выполняет желание, не может дойти до источника этого желания. И интересно разбегает, что, каким образом мы можем дойти до святости Всевышнего, не посредством заповедей, а посредством Чувы. Потому что Баун Шува, как мы говорили, выше, чем абсолютно праведники. Потому что посредством Чувы мы притягиваем святость Всевышнего, которая выше, чем святость, которой может достигнуть человек. Так объясняется Валикуль Тай Тора. Святость, которую мы можем достичь посредством изучения и исполнения заповедей, она ограничена. И та святость Всевышнего, которая раскрывается через это и притягивается в этот мир, она тоже ограничена. Это святость, которая приходит посредством Чувы. Это святость Всевышнего, которая не раскрывается посредством Торы и заповедей. Это высшая святость, которая является, безусловно, самым всеуникальным. И в чем достоинство Бауэлэ Чува по отношению к полным праведникам? Мы понимаем, что у праведников есть работа в трех уровнях понятия «кадош-свят». То есть первый кадош – это святость Всевышнего, в котором видишь, что святость Всевышнего – высшая святость каждого из евреев. И открытие этой первой святости для праведников, она возможна только в том состоянии, в котором они должны выйти из своих ограничений и соединиться с святостью Всевышнего. Это некий выход из своего положения. То есть праведник, для того чтобы дойти до этой высшей святости, он должен выйти из своих ограничений праведности через Чуву. Мы об этом говорили как-то несколько недель назад. А Бауэл Чува, он притягивает святости Всевышнего в этот материальный мир. И Рад говорит, как может быть, что святость, уровни «свят», «я» отделен от вас, может прийти в этот материальный мир. Непонятно, как мы можем сказать. Понятие материальный мир и святости Всевышнего – это две абсолютно противоположные вещи. Как они могут вообще быть соединены в единое? Пишут с самых целей, Тереклебаевской Раби. Что это необъяснимая, непонятная вещь. И это даже необъяснимо на уровне мудрости мира целут, хохма мира целут. Потому что хохма мира целут – это, мы говорили, это мудрость мира целута, это источник сотворенных миров. То есть источник всего спускания света. И мы понимаем, что любое творение, оно никак не кратно Творцу. Что и, соответственно, никакое творение не может познать святость Творца. И в этом смысле есть безусловное ограничение утворения, познать Творца и соединиться полностью Творцу с творением. Потому что это два абсолютно несовместимых понятия. Потому что творение возможно только когда свет Творца ослабевает. Потому что когда светит открытый свет Творца, то не может быть никакое творение иметь свое «я». Творение начинает существовать, то есть проявляться и иметь какую-то форму рассчитания, когда нет открытого света Творца. Потому что свет Творца, он полностью аннулирует любое творение. Но когда речь идет о источнике бесконечного света, то у него нет вообще никаких ограничений. Он может соединить даже две противоположности. Впосредственностью Чувы мы доходим до источника бесконечного света, который выше, чем хохмар мира Цугут, чем мудрость мира Цугут. И в этом есть уникальность понятия Чува. Ведь Чува само по себе раскаяние. Это подъем до уровня источника бесконечного света, до уровня, который выше, чем мудрость хохма мира Цугут. Выше, чем мудрость Творы, выше, чем желание Всевышнего выраженной заповедью. Это подъем до источника бесконечного света. Поэтому Чува искупляет грехи. Невозможно искупить грехи на уровне хохма мира Цугут. И даже на уровне желания Всевышнего. Можно искупить на уровне источника бесконечного света. Фраза «свят я» и в трактовке, в котором мы до этого время, отделен от вас, отделен от всех творений. И даже и ваша святость несравнима с моей святостью. Вместе с тем, Всевышний говорит, будьте святы. Всевышний говорит, что значит Всевышний? Фраза «всевышний» – будьте святы. Будьте святы. Пусть ваша святость будет подобна моей святости. То есть посредством Чувы вы можете достигнуть понятия моей святости. И когда Всевышний говорит, это что, ваша святость может быть, как моя святость, мы говорим, да, через Чуву человек может достигнуть до уровня святости Всевышнего. Попытаемся сейчас все это немножко объединить. Есть два комментария по поводу этих фраз, которые намекают на две короны, которые Всевышний одевает на голос Александровей. Есть два комментария на фразу «вы святы, как я», на фразу «ваша святость сравнима с моей святости». Это есть два комментария. Первый комментарий – это удивление Всевышнего, что ваша святость сравнима с моей святостью. Ваша святость, безусловно, ниже, чем моя святость. И поэтому фраза «будьте святы» – это та корона, которая Всевышний одевает на голову своего сына. То есть, безусловно, более низкого уровня царь одевает на голову своего сына, который не является царем. А второй смысл фразы, что святость ваша, как моя святость, это как раз не удивление, а некая констатация факта. Ваша святость, как моя святость. Это сравнивается с той короной, которую он одевает для себя. И в этом смысле фраза, которая говорится в Тории – «И осветитесь, и будьте святы». То есть, святость в уровне, тот уровень святости, который означает «я свят», это та корона, которую он одевает на себя. И эта святость также спускается к евреям. Она спускается через Чуву. То есть, когда человек выходит из своих ограничений, и в том числе из ограничений той святости, которая была ему доступна до Чувы, он выходит из своих ограничений, в том числе и ограничений святости. То есть, что происходит посредством Чувы? Открывается корень ее души, который связан с источником бесконечного света, раскрывается этот корень души, и святость еврея, сделавшему Чуву, это притягивает святость Всевышнего, которая находится в источнике бесконечного света. Именно та корона, которую Всевышний одевает на себя. И, соответственно, та фраза и «Моя святость выше, чем ваша святость», это фраза, которая написана в недельной главе «Ницабим». Это в нашей главе немножко другая фраза. В нашей главе сказано, что в главе «Ницабим», который идет перед Йом-Киппором, насколько я помню, там речь идет от Шувея. Шаббат называется «Шаббат-Шуба», «Шаббат подъема искупления грехов». А наша глава, она не подходит к Йом-Киппору. Наша глава вообще, так сказать, еще за несколько недель до Шубота. Здесь есть намек, только намек на этот подъем, который позволяет соединиться со святостью Всевышнего. Речь идет только о первом уровне святости, это подъем человека с Ницабима, когда он хочет только выйти и своих ограничений и соединиться со святостью Всевышнего. А в главе, когда сказано «Вы находитесь сегодня», ее читает Фроша Шана, и это время раскаяния. И фраза «Вы находитесь сегодня все вместе перед Всевышним». И Тат-Шуба, которая идет речь в этой фразе, говорит о том, что все души поднимаются к своему источнику, который находится в источнике бесконечного света. И поэтому, конечно, все комментарии, которые относятся к главе, нецабим, они, когда комментируют фразы «Ваша святость» ниже, чем «Моя святость», но когда евреи поднимаются к источнику своих душ, то они доходят до уровня святости, который Всевышний, корона, который одевает на себя. А сейчас мы говорим о той святости, которая приходит к нам через сфера Таумер. А работа с сфера Таумер — это не какие-то скачки, это не какие-то перепрыгивания уровней, а это наоборот. Это ежедневный, постепенный подъем от одной ступеньки к другой вверх. И в этом смысле мы не находимся на таком статусе святости, как святость и вышло. Есть только намек на возможность такого подъема. И сфера Таумер это очищение животной души. И почему в ней есть намек на вот этот скачок, только намек на этот скачок, который есть в главе Ницавим в соединении с сущности Всевышнего, потому что по большому счету очищение Божественной души — это тоже шува. И в большинстве лет глава Эмор читается рядом с поисокшением, как у нас тоже будет. А поисокшение — это как раз идея шува. Поисокшение — это, напоминаю, что те, которые не успели принести жертвы в первых пейсах, потому что они были на определенном уровне нечистоты, то у них была возможность принести пасхальную жертву через месяц, и для этого не требовалось удалять квасное, для этого не требовалось соблюдение тех законов пейсов, которые требовали первой пасхальной жертвы, и мы говорим, что пейсов шейни, второй пейсов, возможность принести этой жертвы связана с понятием шувы для тех, кто по тем или иным причинам не мог делать что-то вовремя, то есть который сделал какой-то проступок, раскаялся, у него есть возможность принести жертву второй раз, не второй раз, а через месяц, нет второй раза, есть первый раз у каждого, для тех, кто не успел, или был далеко, не успел доехать, либо был нечисто, ритуальный, соответственно, не мог принести жертву в назначенное время, 14-го Ниссан, и это ассоциировалось с понятием шува, то есть человек, который сделал проступок, раскаялся, у него есть возможность присоединиться к еврейскому народу посредством принесения пасхальной жертвы 14-го ияра. Объясняется в другом месте, что работа первого пояса, это работа праведника, а пояса в шейне, это работа балы и шува, раскаялся. в нашей главе иммор есть только намек на притяжение святости Всевышнего, который выше, чем святость евреев и соединение святости евреев и святости Всевышнего, только намек, а по-настоящему это открыто видно в главе Ницавиев. Вот такой маймор. Вообще идея святости есть некий парадокс, который является вместе с тем неотъемлемым качеством святости. Как мы говорили, что с одной стороны святость это понятие отделения и по идее это безусловно отделение Творца от своих творений в первую очередь и вообще отделение сущности Всевышнего от всех других уровней, которые даже называются понятием Творец. Святость это отделение с одной стороны. С другой стороны мы говорим о том, что святость Всевышнего раскрывается в нашем материальном мире. И если мы помним Маймор на прошлой неделе и рассказ про Большемтова, который просил людей сказать «Слава Богу, благодарю Всевышнего за те материальные блага, которые нам дает», то их освящение имени Всевышнего именно в материальном мире это раскрытие сущности Всевышнего в самом нижнем из миров. И сама идея творения всех миров и нашего материального мира в конечной цель уставила себя именно раскрытие вот этого источника бесконечного света сущности Всевышнего в самом нижнем из миров этого материального мира и раскрытие его святости в месте, которое бесконечно далеко от святости. Как это возможно? И в нашем Майморе об этом говорится. Это возможность через дшуфу. Потому что дшуфа это выход из материального из границ материального. то есть соединение человека с источником своей души. И вместе с тем это не выход души из тела. Это именно выход человека из ограничений тела. Но неразрывно связано с этим телом. То есть когда источник души светит в материальном теле. И более того он делает так, что само тело начинает светиться. Не тьма тела просто уходит на второй план света души, а именно само тело начинает светиться. И если вы помните, у нас был такой Маймор, что есть понятие уход тьмы о количестве света. И второе, что когда сама тьма начинает светить, тьма как творение начинает менять свою природу и начинает светить. Вот в этом смысле наше тело начинает светиться уровнем света души. Даже больше, чем света души. Мы говорили о том, что корень тела выше, чем корень души. И раскрытие в нашем материальном мире святости Всевышнего посредством души это притяжение источника бесконечного света к цели его творения, к этому материальному миру, который начинает светиться тем светом, который является светом источника бесконечного света, потому что корень этого материального мира в источнике бесконечного света раскрытие корня этого мира. Такая высшая задача, которая доступна каждому, потому что шва доступна каждому, является миссией каждого, даже праведников, мы об этом говорили, и у праведника есть потребность в шве и необходимость в шве. Но сейчас, когда мы находимся в Феррата Омер, и нам кажется, что каждый день мы поднимаемся на всего лишь одну ступеньку, вместе с тем мы говорим о том, что каждая ступенька это элемент швы, элемент раскаяния, элемент преодоления, который есть раскрытие этого высшего света в процессе нашей швы. Так что, несмотря на то, что сейчас не Роша Шана и не такой швы, как есть Роша Шана, есть шва сверрата Омер, которая тоже очень важна. Всем хорошей недели.